Так, вот оно чё. Посмотри новое видео. Ой. Ой, блядь, новое видео Мастерова. Кто это? Кто это? Кто это? Чего, блядь? Энн Мастеров респектнул тебе за то, что ты урыл Никоглая. Так настоящий беспредел. О, господи, боже, блядь. Этот, что ли, чел? А, блядь, ёбаный рот, блядь. Так он же на меня гнал вроде. Причем же не только, не только Моргенштерн. Еще новость была про ЛД, что он тоже то ли на Кипр, то ли куда-то, то ли гражданство даже получает и что-то такое. А где про меня? Неужели вот прямо сейчас вот за всех нас я себя тоже... А, вот это, что ли? Честно, почему такое происходит? Да там просто конфликт века, я бы сказал, тысячелетия. Кстати, я недавно выпустил ролик про Никоглая, в котором допустил небольшую ошибку, говоря про Хесуса. На самом деле, он не был никогда за Никоглая, а просто рофлил. И я не удосужился проверить эту информацию. Признаю, моя ошибка. И, кстати, Хесус смотрел мой ролик на стриме, и у него так сгорело очко, вы не представляете. У меня сгорело очко. Вообще ни разу. Я наоборот посмеялся, типа, и все. Да, прям так горело, вообще, жесть. Я всю реакцию не видел, я видел самую концовку, где я, потому что сразу же... Надо было всю реакцию смотреть. Ролик понял, что я ошибся, я лайкнул комментарий, где мне объясняют, где я ошибся, и написал, что да, ошибся, признаю. И у него прям такое лицо такое... Он читает этот комментарий и такой... Ну хорошо, что ты можешь признать свои ошибки, в отличие от твоих друзей Юлика и Кузьмы. У человека так сгорело, дивана, прям вообще жесть какая-то. Я, конечно, думал, что я обладаю какой-то силой в этой медиасфере, но не настолько. Вот, но не суть, вообще не про это. Ебать, честно, я что-то придумал себе, что я сгорел где-то. Ёбаный рот, а на один пассив тебе за 500 рублей. Еще и в себя поверил после этого. Спасибо тебе большое, что ты есть. Так вышло, что мне очень плохо. Единственное, отдушина, это твои стримы. Спасибо еще раз. Спасибо тебе тоже за 500 рублей. Против, некая была. А недавно у них прошла совместная прямая трансляция, где они выясняли отношения. Я, я не мазохист, чтобы смотреть это полностью. Я посмотрел отрывочками и вырезками. И знаете, что... Бля, что он все время смотрит какими-то отрывками, вырезками и так далее, а потом делает какие-то поспешные выводы из этого. Что это, блядь, за логикой, я не понимаю. Блядь, а реально. То он увидел какую-то вырезку в ТикТоке, где я якобы поддерживаю Никогла и поверил в это. Здесь тоже. Он увидел только концовку и сделал вывод, что я там что-то жестко сгорел. Здесь опять все какими-то вырезками. Блядь, да что за люди, нахуй. Что хочу я вам сказать. Никоглай это не то, что алчный двуличный лицемер. Это еще и максимально мерзкий тип. И если вы этого не видите, то вы очень странный человек. Либо, ну я не знаю, у вас зрение плохое, там слух не работает. Какие-то аналитические мышления. Я не знаю, есть ли вообще такое. Ну вот, короче. Ему Хесус говорит, Никоглай, а вот почему ты запрещал Ивану Золоте стримить с другими стримерами? Ведь то, что ты ему говорил, это неправда. А Никоглай ему говорил, Иван, если ты будешь стримить с другими стримерами, и они скажут запрет на слово на Твиче, то тебя тоже забанят. А правила Твича в данный момент так не работают. Ивана Зола бы не забанили. И Никоглай абсолютно ничего не может ответить Хесусу. Хесус прямо идет по полочкам, по полочкам, и он абсолютно ничего не может ответить. Никоглай идет в оскорбление, Никоглай идет вот это какое-то супер мерзкое поведение. Я не знаю, как это вообще можно терпеть. Еще один примечательный момент на стриме, там, когда зашла речь про другого стримера, тоже сейчас популярно. Ну да, я разъебал ошибок. Кого ты сказал? Не понял. Кого, блядь? Спасибо за 500 рублей, какая реклама? Никакой рекламы я не продаю. А именно, Диппинс, Никоглай, значит, говорит Хесусу, мол, а зачем ты с ним вообще стримишь, если ты меня оскорбляешь? Диппинс, мой друг, я могу сделать так, чтобы он с тобой не стримил. Хесус говорит, ну, слушай. Ясно, понятно. Эта команда выводит ссылку на NFT-платформу, где можно будет загружать. Я думаю, что ты вряд ли можешь на него повлиять. У Диппинса своя голова на плечах, он умеет ей думать, анализировать, ну, то есть он сам примет решение. И Никоглай, вот клянусь, без какой-то, знаете, такой насмешки иронии сказал. Ну, вообще, я знаю адрес Диппинса, и поэтому я думаю, что он будет со мной стримить и меня служится. Ой, короче, блядь, понятно. Нет, я с тобой полностью согласен, русский рэп, ну, такое. Я набрал за 2021 в Spotify 150 тысяч минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!